В доме вместо кухарки и прачки Я бы эту проклятую с толку убил я грани Я тебя уверяю, без всякого зазору совести Смотри С одной стороны Бессмысленная, ничтожная, больная старошонка Никому не нужная, народе всем вредная Которая сама не знает, для чего живет И которая завтра же сама с собой умрет, понимаешь? Ну, понимаешь А с другой стороны Молодые, свежие силы, пропадающие даром без поддержки Тысячи добрых дел и свершений можно устроить На столовкиные деньги, обреченные в монастырь Убей ее И возьми ее деньги Чтобы с их помощью потом посвятить себя на служение всему человечеству А как ты думаешь, не закладится ли одно крошечное преступленице Тысячами добрых дел? Да и что значит на общих весах жизнь? Это чахоточный старушон Не более, как жизнь, дорога Она не достойна жить Но ведь тут природа А ведь природу поправляют и направляют Без этого ни одного бы великого человека не было Ничем не должен быть обязан жене Гораздо лучше, если жена будет считать мужа за своего благодетеля Петр Петрович собирается в Петербург В Петербург? В Петербург Там он хочет открыть адвокатскую кантону Таким образом, не выродя, он и тебе, может быть, весьма полезен Дуня только и мечтает об этом Она уже составила целый пролив О том, что впоследствии ты можешь стать компаненом Петра Петровича Тем более, что ты сам на юридическом факультете Я вполне с ним согласна И разделяю все ее планы и надежды Милый мой родик Люби свою сестру Дуню Так, как она тебя любит И знай, что любит она тебя Бесконечно Больше собой себя любит Она ангел родя А ты у нас Все надежда наша Все упование наше Был бы только ты счастлив И мы будем счастливы Твоя до гроба Ульхивия Раскольникова Твоя Ульхивия Раскольникова Тунечка Многое может снести Они вообразили вместе с мамашей Что и господина Лужина Можно снести Излагающего теории О преимуществе жен Взятых из нищеты И облагодетельствованных бужья Почему же соглашаются? Ясно, что тут Никто иной, как Родион Романович Раскольников На первом плане стоит Ну как же Счастье его может устроить В университете содержать Компаньонов сделать Всю судьбу ему обеспечь Родина Бесценная родина Ну как для такого первенца Хотя бы и дочери не пожертвовать Не хочу я вашей жертвы, Дунечка Не хочу мамашу А что ты сделаешь, чтобы этому не бывать? Запретишь? Что ты можешь обещать? Ведь тут надо теперь же Что-нибудь сделать Понимаешь ты это А ты что делаешь? Отбираешь их же Во что бы то ни стало Надо решиться Хоть На что-нибудь Пойдем ты сюда, Света Мам Ой, господи Господи Да что же это такое? Что это такое? Кто вы? Кто вы? Салам Убан Да помилуйте, Алёна и мать Знакомый ваш Раскольников Вот заклад принял Что обещался на ней Да что вы так смотрите То, что не узнали Иди не берите А нет Я в другие пойду Мне некогда Молодой Что же это вы? Что же это вы? Матюшка Там В белок Что это? Вещь серебряная Папиросочница Возьмите Что это вы такой бледный? Лей руки Некогда Лекоравка Что это? Да посмотрите Вещь серебряная Папиросочница Что-то вроде бы Несеребряная Ишь Накротил Странно Куда в старухе выйти? У меня дело Да у меня тоже дело Видите как дверь Осталось Я садюсь Ну? Значит Тут что-то не так Ну? Значит Мы сидят И не отпираем И Они обе По паракет И Что? Идемте Затворникам Идемте Идемте Быстрее Боже мой Надо Бежать Бежать Ты в Бога Не веруешь Убить Тебя Надо Господи Поскорее брошу Пропаду Так пропаду Все равно Только бы Поскорее Если Спросят Я может быть Все расскажу Встану На колену И Все Расскажу Чего тебе Потребовали Поповес Это дело По обзысканию Денег С вас Какие деньги? Деньги 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 По вашему Заемному Письму Требуют Да ведь Я же никому Не должен Так Нам вот Поступило К Взысканию Просроченное Заебное Письмо Сто Пятнадцать Рублей Выданное Вами Вдове Завискание Да ведь Она же Моя Хозяйка Ну и что Что Хозяйка Да Вникнете Мое положение Я бывший Студент Потому что Теперь Не могу Содержать Себя Но я Получу Деньги У меня Мать и Сестра Мне пришлют Хозяйка Моя Сбила Что Я не Плачу Четвертый Месяц Это Не Наше Дело Пишите Что Писать Я Продиктую Заплатить Не могу Да Да Ты Моя Пишет Из Города Не выйду Имущество Не продавать Запятую Поставьте Не дарить Не буду Убийца Непременно Там сидел И запись Она запах И непременно Мы бы его Накрыли Если бы Гок Не спустился По лестнице А он Именно В этот момент Спустился По лестнице И прошмыгнул Мимо А убийцу Никто не видал Да где же ты Увидишь Домой В ковчег Дело Ясное Ясное Нет Дело Очень Неясное Ясное Сюда Воды Быстрее Что с вами Вы больны Больной А вчера С Агара Выходили Выходили Больной Больной А в котором Часу Восьмом Часу Вечера А куда Позвольте Спросить Помнится Городко И ясно Ну-с Мы вас Не задерживаем Видно Не тело А бронзе Вот и я Любил По примеру Амгаритетам Вот Вчера Как вы говорили Ну вот По этому Кунскому Да Ну Там у меня тоже закладок есть Естественно колечко Да отцовские серебряные часы Все стоит рублей 5-6 Но Не особенно дороги Как память Единственная вещь Что после отца Слева Вам следует Подать Заявление О том Что Известившись Об этом убийстве Вы просите Уведомить Светователям Не собираетесь Их Выкупить Тут и дело Что я В настоящую минуту Не совсем при деньгах Я желал бы теперь Только заявить Что Эти вещи мои Но что Когда будут деньги Я их Извините пожалуйста Что вас Неспокоит Вещи Не стоят всего рублей 5 Но они мне особенно дороги Как память Я их обязательно Выкуплю Когда будут деньги Ваши вещи Ни в коем случае Не могли пропасть Ведь я уже Давно вас здесь Поджидан Ваше кольцо и часы Были у ней под одну бумажку Завернуты А на бумажке Ваше имя Карандашом четко Обозначено Как и число Месяца Когда она От вас их получила Так Как это вы так Заметки Ну а Почти уж Все закладчики Известны Так что Вы только Одни Не извольте Пожаловать Я не совсем Был здоров И об этом Слышался Сказывали мне Что вчера В квартире одного Раздавленного Лошадьми чиновника Были Чиновника того По фамилии Мармеландов Знали А вот есть у него дочь Соня Которая зарабатывает Себе на жизнь А как бы Поделикатней Выразиться Торгуя телом Ни к Соне Ли Родион Романович Вы испытываете Нежные чувства Раз все деньги Поддали на похороны Ее отца Ведь поди Последний Лондарь Откуда Такая Ще Прасьте Позвольте Полюбокусство А может я Где нибудь Кладно шел Выбережь я Раз Вы меня извините Что у вас Мусяшный Таким-то Реборокусство Помилуйте Напротив Напротив Если бы вы знали Как Вы меня Интересуете Я признаюсь Рад Что вы наконец Изволили пожару Мать Два месяца назад Имел удовольствие В периодической речи Прочесть Вашу статейка А ты Смотри Моя статья Помил А вы не знали Да ну А вы можете Деньги у них Истребовать за статью Вы почему Знали Что статья Моя Она буквой Пописана Случайно Черезвитать Тарая Ее топором Зарубили Она беременна Она Бога Узри Читает Был Живолик Екатолаз Из Вифани И многие Из иудеев Пришли к Марфе И Марии Утешать их В печали О братике Марф Услышала Что Дет Иисус И пошла Навстречу К нам Господи Если бы Ты был Здесь Не умер Букрат Но И теперь Знай Чего Ты не Попросишь У Бога Даст Тебе Бог И ответил Мне Иисус Воскресник Брат Твой Я Есть Воскресение И Жизнь Верующий Верующий Если Умрет Оживет И всякий Верующий В Меня Не умрет Во век Где Вы положили Его То Отняли Камень Отняли В пещеры Где Лежал Умерший Иисус Иисус Возвемлочек Ему И сказал Господи Благодарю Тего Что услышал Нем И Вышел Умерший Верующий 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 Услышит Все Сама Если Приду То Скажу Тебе Кто Убил Лизавету Тебе Одной Тебе Я Тебя Давно Выбрал Завтра Тебе Субтитры Семкин Субтитры Один Субтитры создавал DimaTorzok